Дмитрий Марков Дмитрий Марков Количество выявленных преступлений увеличилось с 1300 до 6000 преступлений, то есть в 4,5 раза увеличилось долю преступлений. Если взять по Рязанской области, в 2014-2015 году таких преступлений было 14, в 2016 году уже было 15 таких преступлений зарегистрировано, и за 9 месяцев 2017 года уже 15 преступлений данной категории выявлено. Ну как вы думаете, это больше преступлений или больше выявлять стали уже их? Я думаю, что действительно ужесточил со стороны родителей, и полиция стала работать лучше, все-таки выявлять стало побольше таких преступлений. И думаю, что в современном мире все-таки действительно родители ужесточили свое воспитание, в связи с этим приходится возбуждать такие дела в категории. А что тогда под этой статьей подразумевается, 156-я, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей? Да, под этой статьей подразумевается не исполнение обязанностей, то есть это кроме побоев, наносимых несовершеннолетним, кроме того еще подразумевается, что родители лишают детей пищи, лишают детей свободы, лишают детей медицинского обслуживания. Все это выражается в форме бездействия родителей. Так, а вот живые примеры такие есть у вас за последний год, где ситуация была разрешена в пользу ребенка? Может быть, его забрали пока в дом малютки, дом ребенка, или вернули обратно в эту семью? Как вот происходит процесс, когда выявляется нарушение вообще? В Ряжском районе, действительно, за последний год, за 2017, действительно, есть такие преступления. В 2017 году выявлено и возбуждено три преступления по такой категории. Два из них возбуждены в отношении отца и матери одной семьи, и одно преступление возбуждено в отношении другой семьи, в отношении матери-одиночки, которая воспитывала, надлежащей воспитывала своего ребенка. Что хочется сказать про первый случай. Значит, семья неблагополучная, она давно была у нас, стояла как неблагополучная, но нареканий к воспитанию детей до 2016 года не было. То есть, в данной семье постоянно происходили пьянки, можно, если так выразиться, конфликты какие-то. И в 2016 году уже сама мама начала злоупотреблять спиртными напитками и, ну, просто, скажем так, в кавычках, некогда уже стала заниматься семьей. Вот. Сигнал поступил нам от главы администрации, которая стала очень близко общалась с этой семьей, стала навещать их каждый день, можно сказать, там жила в этой семье. И от фельдшера, который неоднократно приходил. Вот что интересно, хотелось бы, может быть, интерес будет телезрителям узнать, что фельдшер в своем допросе, когда вот нам мнение своего рассказывал, она сказала, что пришла как-то раз зимой, окна были замерзшие, дети были одеты, ну, не по погодным условиям, скажем так. Как родители сидели за столом, выпивали, приближительно относились к поведению детей, то есть даже не были заняты. И фельдшер обратил внимание, что не хватает одного ребенка, самого маленького, то есть она потеряла его из виду и хотела на него посмотреть, потому что дети были очень запущены, все болели простудными заболеваниями. То есть холодно было в квартире, да? Было очень холодно в квартире, обогревателя не было, окна были замерзшие. И когда все-таки стали искать этого ребенка, оказалось, что ребенок находится в кресле, спит в груди грязных тряпок, и, значит, мужчина, гость один из вот этой семьи, скажем так, назовем его так, гостем, он просто вот спал на этом ребенке вот в кресле. В итоге ребенок был все-таки фельдшером найден, жар у него был, большая температура, и, можно сказать, это была последняя капля. В этот же день сообщили в орган опеки, и в этот же день, значит, органы опеки вместе с сотрудниками по делам несношнолетних приехали и изъяли детей из этой вот неблагополучной семьи. Детки сейчас как? Живы, здоровы? Детки живы, детки прошли реабилитацию, их сначала достали в нашу Ряжскую районную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, их отмыли, их накормили, и потом достали в реабилитационный центр. Одного ребенка, вот это как раз самый маленький, который нашли в кресле, его отправили в Рязанский дом ребенка, где вот на момент окончания дела он и находился там, потому что все-таки тяжелое у него заболевание было, в том числе анемия, вот как пояснил нам врач при допросе, анемия – это именно вот нехватка гемоглобина в связи с истощением, то есть не хватало питания этим детям. То есть еще бы чуть-чуть, не фельдшер, задохнулся бы ребенок вообще под этими тряпками, да? Да, ребенок мог задохнуться, потому что от врачей говорят, что все-таки у него иногда бывают такие спазмы, что ребенок перестает дышать, и вот помогает ему сейчас восстановиться, то есть чтобы он начал дышать. Так, ну как семья вообще? Сделали какие-то выводы? Как они отреагировали на то, что у них детей забрали? Семья сделала выводы, когда выводы, значит, после того, как дело было возбуждено, буквально спустя два месяца, данная семья, она поняла это, можно так сказать, что происходит, и бросила пить, значит, предоставили справки о том, что мама закодировалась, отец бросил самостоятельно употреблять спиртные напитки, и предоставили справки, которые были приобщены к материалам уголовного дела о том, что семья действительно бросила пить. Вернулись к нормальному образу жизни семья на материнский капитал, которым положено, они приобрели дом там же в селе, сделали ремонт. Сейчас, конечно, чистенько, аккуратненько, можно, как сказать, жить бедненько, но аккуратненько, чистенько. Дети, четверо детей из реабилитационного центра вернулись к родителям, сейчас у них вполне полноценно, и я думаю, что они сейчас предпримут все усилия, чтобы и последний ребенок тоже после выздоровления вернулся. То есть всего у них пять детей, да? Всего пять детей, один, значит, от первого брака у жены и четверо вот этих совместных детей. Как часто и кто теперь будет наблюдать эту семью, чтобы держать под контролем ситуацию? Справляются они с своими обязанностями или нет? Действительно, вот после такого факта за этой семьей теперь будет жесткий контроль со стороны, прежде всего, опеки нашего района, ну и, конечно, со стороны инспектора по делам несовершеннолетних, который будет тоже закреплен за данной семьей. Очень интересная, на самом деле, история. Хорошо, что все хорошо закончилось, что детки живы, здоровы, родители сделали выводы, но бывает же и по-другому. Бывает по-другому. У нас возбуждено еще одно дело в отношении матери, которая также не справилась со своими обязанностями, не надлежащей воспитывала свою дочь, лишала ее питания, лишала ее медицинского обслуживания, который ребенок имеет право. А сигнал поступил от родственницы сожителя данной семьи, то есть с кем она проживает. Когда органы опеки приехали к этой семье, сожитель открыл дверь и соврал о том, что мамы нет дома. Дочка была на месте, и при попытке забрать семью, то есть встретили агрессию со стороны сожителя. То есть хотели ребенка забрать? Да, органы опеки хотели все-таки забрать ребенка, потому что данная гражданка неоднократно была заметна, что употребляла алкоголь, что ребенок очень часто находился на улице без присмотра и одетый не по сезону, как сказали соседи. Девочке 4 годика было, и очень часто была на улице, без присмотра одета, не по сезону. Но ребенку все-таки удалось в этот день изъять из семьи, и также было возбуждено дело, так как при обследовании были поставлены диагнозы девочкой, то есть тоже была простужена, ларингит у нее, и много было заболеваний. И девочку также направили в Рязанский дом ребенка. К сожалению, при расследовании уголовного дела, мама не сделала должных выводов, она отказалась от дачи показаний, она не признала свою вину. И девочка на момент окончания уголовного дела, она так и находилась в доме ребенка, но вот по информации, что к данной девочке уже другая семья присмотрелась, те, которые не могут, наверное, иметь детей, присмотрелась, и я думаю, что, может быть, так получится, что эта девочка уже не вернется к своей маме, а вернее может перейти в другую семью. Я сейчас расплачусь. Так родителям ведь объясняют, наверное, что возможно вернуть детей, если встанешь на путь истинный, им все доносят, всю информацию получаются. Они доносят, да, при расследовании уголовного дела, с ними не раз проводятся профилактические беседы, в том числе и в ходе расследований дел, и после того, как дети все-таки вернулись семью, с той целью, чтобы в дальнейшем не допускать со стороны родителей совершения данных преступлений, то есть подобного рода. Ну вот некоторые встают на путь исправления, а некоторые, как мы видим, что не встают. Ну, взрослые люди делают свой выбор, хорошо, что у девочки появится, возможно, да? Да, новая жизнь. Ну, наверное, чаще всего родители сами не приходят, не сдаются в том, что они жестоко обращаются к своим детьми. Бывает такое? Нет, конечно, Аня, вы правы, что родители, сами совершив преступление, никогда не придут и не скажут о том, что мы вот ненадлежащим образом исполняем свои обязанности. А вот у ребенка вы можете принять заявление, услышать его, выслушать, если он сам придет лет в 5, 8, 10, 14? Да, если ребенок соответствует возрасту, если он может донести до нас какую-то информацию, соответственно, он имеет право, так как он находится под защитой государства, он имеет право прийти к нам, имеет право рассказать о своей беде, о своей проблеме. Он не должен бояться, что его еще больше родителей накажут? Как потом вы действуете? Если он вернется домой после похода в полицию, может быть, они его вообще прибьют? Ребенка не должен бояться, все достаточно будет в рамках закона будет сделано. Ребенок не должен бояться родителей, он должен, ребенок прежде всего должен бояться остаться в этой семье и дальнейше жить с данными родителями. И я думаю, что после беседы с родителями, я думаю, что наоборот, они сделают должный вывод для себя, чтобы не попасть под возбуждение именно уголовного дела и не допустить той ситуации. Если ребенок сам уже пришел в полицию от родителей, я думаю, что каждый родитель должен задуматься, что действительно он что-то сделает не так. Но бывает... В противном случае будет еще хуже ситуация, когда уже закрутится дело. Да, бывает еще хуже. К сожалению, очень часто бывает так, что ребенок сам в силу своего малолетнего возраста он не в состоянии просто обратиться в орган полиции, даже при посещении его, например, инспектором ПДН или фельдшером. Ребенок просто не может сказать, высказать свое мнение. И очень часто вот таких родителей, даже когда ребенок уже 4 года, он в силу того, что родители не развивают его, он не может сказать, то есть отставание реченью, не может он сообщить о своей беде. Что же нам делать тогда в этом случае? В этом случае мы очень благодарны соседям, которые доносят до нас эту информацию. Благодарны родственникам. Как вот во втором случае я сказал, что родственница-сожитель сообщила о том, что с девочкой ненадлежащей обращаются родители с ней. Очень благодарны мы фельдшерам, которые намного чаще посещают детей, у которых стоят на учете, и которые после того, как они обнаружат, что действительно какие-то есть признаки, ненадлежащие в исполнении родителей обязанностей по воспитанию, они уже сообщают нам об этом. Ну и, соответственно, главы администрации органов опеки. Очень благодарны, очень хотим на дальнейшем сотрудничать с ними по выявлению именно таких вот фактов. Есть ли у вас какое-то пожелание для наших телезрителей? Хотя я думаю, что неблагополучная семья вряд ли отреагирует. Может быть такое, что отреагируют? Я думаю, что должны отреагировать. Я думаю, что хотелось бы мне так, чтобы они отреагировали. И, дорогие телезрители, я бы хотел обратиться ко всем и к родителям. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны при воспитании своих детей. Помните, что каждый ребенок у нас находится под защитой закона, несмотря на его возраст. Будьте, пожалуйста, любезны выбирать правильные способы воспитания, не унижающие достоинства ребенка. Дело в том, что насилие в семье порождает только насилие. Мы надеемся, что вас услышали, потому что ребенок тоже человек. В будущем он может даже стать президентом. Да. Или полицейским. Спасибо большое. Спасибо вам. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин